Народ, всем привет! В этом выпуске мы рассмотрим управление автогрейдером Какой рычаг и за что отвечает Но прежде чем начать этот выпуск Не забудьте подписаться, если вы не подписаны на этот канал Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить нового видео Поставить лайк или дизлайк, не знаю, на ваше усмотрение И написать комментарий Кстати, вас уже более тысячи, поэтому С момента выпуска этого ролика Я начинаю розыгрыш тысячи рублей Что вам для этого нужно? Нужно обязательно подписаться на мой инстаграм-аккаунт Написать комментарий под этим видео С ником вашего инстаграм-аккаунта Чтобы я проверил, подписаны вы на мой аккаунт или нет Обязательно открыть доступ к вашему аккаунту в инстаграме И среди тех, кто написал свой комментарий под этим видео Я разыграю вот эти тысячи рублей Розыгрыш будет в прямом эфире ровно через неделю После момента выпуска этого видео Да, и чуть не забыл Это эксклюзивно для моей важной подписчицы Злата, привет! От крестного тебе большой Ладно, погнали Ну что ж, пройдем в кабину Так, что делаем? Заводим Завелись Для управления навесным оборудованием У нас есть слева 5 рычагов И справа 5 рычагов Теперь будем рассматривать каждый из них Ну это управление навесным оборудованием Здесь, в принципе, все нарисовано В принципе, все нарисовано Крайний левый рычаг и крайний правый рычаг Они отвечают за подъем, опускание от вала То есть левый рычаг Левый цилиндр работает А правый рычаг аналогичен Также правый цилиндр работает Следующий рычажок у нас Отвечает за то, что Нож Отвал Ходит вправо-влево Рычаги все работают вперед-назад Следующий рычаг у нас отвечает За поворот от вала По часовой стрелке И против часовой стрелки Следующий рычаг у нас отвечает за то Что меняет угол от вала Касательно оснований Следующий рычаг это рыхлительное оборудование В данном случае у меня его нет Но это просто опускание Поднимание рыхлительного оборудования Было бы клык В общем Но у меня его нет В жильней комплектации соответственно он есть На данный грейдер не установили Переходим на другую сторону Здесь также С этого рычага начнем Поднимание и опускание С правой стороны Отвала Следующий рычаг Здесь даже нарисовано Колеса Это Как некоторые называют Функция алкоголик Наклоняет колеса Для чего это нужно? Это больше нужно для работы При возведении откосов Для того чтобы задать больше устойчивости Когда работаешь под уклоном Следующий рычаг Этот рычаг у нас отвечает за то Чтобы весь стол Вот этот А все на заместное оборудование Передвигать всю платформу Как бы Вправо-влево На других моделях грейдеров Наверное может быть по другому Незначительное отличие должно быть Все равно Следующий рычаг Дальний Правый рычаг У нас отвечает за Подъем и опускание Переднего отвала То есть вперед он опускает И на себя Поднимает Следующий рычаг Это рычаг Изгиба Излома рамы Самого автогрейдера На себя В правую сторону Загибается От себя В левую сторону Загибается Сама рама В общем По гидравлике По управлению гидравликой По управлению навесным оборудованием Я думаю предельно все ясно Чего-то не досказал Пишите в комментариях Дальше Управление У нас имеется руль Колесный транспорт В общем Право-влево Все как В обычных легковушках Даже можно сказать По управлению Я думаю Все Давайте еще раз смотрим Кнопочки Какие кнопочки здесь в кабине есть Что за что отвечает Какая кнопка за что отвечает Раз уж на то пошло Сделаем такой небольшой обзорчик кабины И функционал Функциональность всех кнопок Давайте начнем сверху Сверху слева Галка в общем И Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Это у нас дворники Это у нас омывайка То есть подается На заднее стекло И на переднее стекло Это прибудро стоит То есть исключительно Из-за тримбола Не у всех она есть Это не с завода идет Это устанавливали тримбол Здесь у нас кнопочки Дальний, ближний свет И поворотники Соответственно Справа наверху у нас стоит Такая штатная магнитола С флешкой И больше ничего нет Там не радио И все Больше ничего нет Опускаемся вниз Здесь у нас Печка Три положения Рециркуляция воздуха И кондиционер Кондиционер летом только включаем Зимой не включаем Вообще я его сейчас заглушил Здесь у нас аварийный сигнал Три режима мощности грейдера Ручной газ Повышаешь обороты Понижаешь обороты И остальные кнопки Это вот эти четыре кнопки Это фары То есть Все освещение здесь На четырех кнопках Это у нас кнопочка Бесшумный режим Если какой-то датчик там Не знаю, сработает Будет пищать Можно поставить бесшумный режим Коробка у нас автомат Шестиступенчатая То есть Нет сцепления у нас здесь Педали сцепления То есть просто берем Назад В правую сторону И три передачи И вперед так же Вперед уже шесть передач Здесь у нас газ, тормоз Ничего такого Даже справится ребенок Что хорошего в этом грейдере Это форточки Вот реально Форточки Одна форточка Не с другой стороны Не с одной Это очень большой плюс Потому что форточки Не нужны Вот реально нужны Я на других грейдерах Вообще не встречал форточки И это было крайне неудобно Допустим, жарко в кабине Приходилось на других грейдерах Открывать дверь Поэтому это очень огромный плюс И наверху у нас здесь Плафон Что ж, ребят Давайте прощаться Не забывайте про конкурс Розыгрыш Остается В следующий вторник В 9 часов вечера Желаю всем удачи Выиграть Тысячу рублей Это реально Розыгрыш Буду проводить Прямо в эфире Напомню Для участия Надо только Подписаться на мой инстаграм Ссылочку Которую я Оставлю в описании К этому видео И написать комментарий С вашим ником В инстаграме Ко вторнику До прямой трансляции Заранее Нужно будет вам Открыть доступ К вашему аккаунту Чтобы я посмотрел Подписаны вы на меня Или нет Кто не подписан Или кто-то Не открыл, допустим, доступ К своему аккаунту Уж простите Будем разыгрывать Среди других Подписчиков И других участников Думаю, все предельно ясно Поэтому Не будем надолго прощаться Скоро увидимся Всем пока